Приветствую вас! В траковании сновидений всегда очень важно знать как можно больше о человеке, то есть очень важно знать о вас, ну вот, как можно больше, как можно большее количество информации, вот, если вы говорите о том, что вам этот человек с детства, то соответственно нужно анализировать ваши детские годы, что вы помните с того времени и соответственно исходя из этого, как-то анализировать то, что с вами происходило и накладывать на... накладывать на ваши... Значит, смотрите! Мужчина, который вам снится, а не знакомец, это всегда с детства так или иначе фигура отца. Мужчина, ну, мужская позиция, мужская роль в отношениях ваших, вот, соответственно, либо это некая такая неудовлетворенность отцовской любовью, вот, то есть, ну, определенные проблемы между вами и отцовом, либо наоборот, это довольно мягкий, любящий, эмоциональный, заботливый отец, который, собственно, вам не снится и которого вы хотели бы видеть и дальше в своей жизни, дальше в своей деятельности, дальше в своих, значит, в своих жизненных путях, то есть, на протяжении своей жизни вам хотелось бы видеть его... Насчет жена. Это стабильность. Ну, то есть, вот, почему вот маленькие девушки, да, они хотят быть женами, потому что это означает чувство разрушенности, чувство какого-то вот, какой-то стабильности. И очень многие девушки, многие женщины воспринимают, что это именно так. То есть, сначала, что вам просто снился молодой человек, вам хотелось, возможно, вот этот вот фигуратца, фигуратца, ну, не знаю, была вам, вот. А, соответственно, с вашим взрослением ситуация становилась более такой уже взрослой. И, кстати, становилась более такой, нацеленной на создание семьи. Вот. И здесь, конечно, очень важно, чтобы вы выработали сами модель, это даже не модель, а свои взгляды, свои представления о семье, да, то есть, вот, что такое для вас семья, что, ну, что она для вас. А, значит, вот, какие у вашей, ну, вот, по вашему мнению, у семьи функции должны быть, да, и что она, по вашему мнению, должна быть. И, поскольку вопроса вы своего не задаете, то я могу предположить, что интерпретировать ваш сон можно именно как потребность в мужчине рядом с собой, и, соответственно, ощущение стабильности, ощущение тепла и, ну, возможно, 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 в целом не удовлетворенность, конечно, но, как я уже сказал, то, если в детстве это именно все-таки потребность в семье, в любом случае в детстве это так, то, например, взросление, по мере, так скажем, полового задревания, увы, не могли не, ну, не могли не начать желать уже чего-то большего, то есть это, в принципе, вполне нормально, нормальная реакция, нормальная батарея попросивалась в угол. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, значит, соответственно, для более, для более подробной информации об этом, о том, вот, что у нас сон, для более полной, скажем так, интерпретации его, я думаю, что можно будет обязательно, нужно обязательно вас проконсультировать, чтобы вы дали больше информации о себе, о себе, и, соответственно, соответственно, если вы хотите лучше понять, что с вами происходит, то несколько фигант аналитических сессий поможет вам с этим разобраться. что далее делать, решать будете сами, то есть, что находите, то и будете делать. Либо активизируйте, например, поиск мужчин, мужчин, ну, сконцентрируйтесь на поиске мужчин, вот, либо как-то обработайте со своими желаниями, более, так скажем, ну, акцентированно. И, соответственно, уже выберите для себя, что вам будет лучше. То есть, может быть, проблема вообще связана и не с этим совсем, да, не с фигурой отца, а, может быть, проблема связана с тем, что в детстве вы влюбились в мальчика, который, соответственно, вам понравился, и, который, ну, любовь была безоприятной, вот он нам, значит, снится в виде такого идеализированного принца на белом коне. Вот. Причем, причем, что важно, на мой взгляд, вот, особи, это то, что, во-первых, ваш парень это миллионер, миллионер, то есть, финансовый достаток, он для вас важен, и вы хотите, чтобы мужчина нес за вас, как бы, ответственность, да, то есть, вы считаете, что мужчина должен быть, ну, ведущим в отношениях. Вот. С другой стороны, вы очень сильно не глядете в заботе, потому что вы в его рубашке, вот, ну, а любовь для вас, это вот что интересно, не вы его любите, да, не вы, как бы, вы не говорите, что, вот, я его люблю, вы сказали, что именно он вас любит, то есть, вам хочется, чтобы вас любили, вам хочется, чтобы вас ценили. И, понятно, что это хочется, в принципе, всем, всем хочется, чтобы вы его любили, но вам нужно, на мой взгляд, вот, определить для себя, почему вы хотите этого так вот сильно, почему вы хотите, чтобы вас любили, с какое-то значение имеют именно для вас, что вы под этим подразумеваете, как, какой смысл складываете, плохо ли вам сейчас без любви, ну, вот, без любви, например, мужчин к вам, да, и почему. То есть, вот такие вот вопросы, их нужно обязательно себе задавать, нужно анализировать ответы на них, там, что сами вы какие-то вещи можете не осознавать, вот, но в обязательной порядке она, в обязательной порядке она без карабинцевских отношений, то есть даже если у вас там, в принципе, все было гладко на первый, ну, на первый взгляд, вот, это ничего не значит, потому что, потому что при ближайшем рассмотрении, ну, знаете, вот, в, ну, обычно, если вот, ради этого здорового, да, то есть если, вот вы женщину относите, если отец говорит, что нужно делать, мать говорит, как нужно делать, то есть вот такое разделение происходит, ну, пароля, родительское, то обычно не возникает таких снов у людей. И тот факт, что у вас возникло, это вот говорит, как раз таки, именно о том, именно о том, что есть определенные деструктивные триггеры, скажем так, и все из-за того, готовы ли вы с этими триггерами работать или нет. На этом все, надеюсь, что помог вам, если вам остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok